всем привет такое у нас утречка туманная сегодня планируем стенки стенки подымать быть может быть ступеньки будем делать может быть снаружи будем обшивать еще не знаю посмотрим работы много не знаешь чего начать не сильно хочется такую погоду мешание уже знаете чего начать высота потолков здесь почти 3 метра это 2 270 270 сантиметров получается 9 фит это доски они уже попилены с магазинов с правильным размером стандартные и с учетом доски снизу и с учетом двух досок сверху и получается 9 фит так что так 3 метровые потоки почти вот так вот будет выглядеть дом снаружи сзади это получается подвал кстати подвал мы не не финишируем он будет так как сейчас наверху будет финишировано пути даже в подвале можно сделать 1 2 2 комнаты зал туалет еще одна комната и и вот это вот просто как сказать плодовая объект не так почему проехали что не доехали вот гараж вот вход туалет ванна комната комната кухня дайнинг зал за получается постирочная с раковиной главная спальня их не кладовая ванна и душ ну может быть здесь по-другому сделаем может так и станет не похожа да сейчас не начал подготовили рабочую эрию для дяди лёши люди гуляют собачками классно вообще круто короче зашиваем почти все весе вместе с окнами чтобы бомжи не лазили но здесь придется оставить экономия должна быть экономная правильно да нет и таких бомжей не знаю альпинисты знаете сколько гвоздей уходит очень альпинисты Продолжение следует... 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 Немножко на дом начинает быть похожим, да? Что кривая доска? Надо поработать с молоточком. Тяп-ляпы готово. Все наружные стены уже запахали. Вот такие вот мечта американца. Стеночку натянули. Давай отпускай. Ну, что-то дернуло. Надо проверить теперь, если осталось. Я же сказал. Все переделываем. Короче, у нас провис немного трейлер. То, что на краю пачка. Мы решили его немножко задвинуть назад. Сейчас посмотрим, что получится. Давай, держи тогда. Я сомневаюсь, что ты вот до угла. Давай, 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 еще, 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 еще. Давай, давай, давай. Неси, неси, неси. О, о, о. Пошло, 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 давай. Потихонечку, потихонечку, давай, потихонечку. Поехали. Давай, давай. Форбайфор включай. Ага, 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 это говно на... Форбайфор уби. Ну давай. Всё? Давай назад. Давай, пип-пип-пип. Давай. 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 Толкань. Не идёт. Давай, 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 давай. Ещё. Давай ещё, ещё. Тормозит. Стой, вперёд. 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 Чё, криво или чё? Да. Да, чё-то немножко скривило. Давай, пластай назад. В принципе, он посередине уже там. Давай чуть-чуть ещё вот этот край толкну. Давай, давай. Швей педали. Вперёд. Ха-ха-хахахахах. Ты мой трак подвинул. Убезди, уже не пойдёт. А ну терлась в трюк. Что, реально твой трак подвинул? Ага, вот. Нормально. Сдвинул. Пачку. Трейлер. Нормалёк. уже посередине уже нормалек пойдет пятница решили не оставлять чтобы ни с кому не издали забабахали забабахали все наружные стеночки красота все ровненько как надо вот так вот теперь осталось все внутри тут туалет, здесь стенка, тут стенка в спальне получилось как-то вот так два окна не знаю что мы нарисовали, не подумали лестницу не успели уже в следующий раз сегодня пятница собираемся получается за 6 дней мы сделали бейсмент и уличные стенки еще дня 3 до крыши будет готова красота нам вчера еще 3 дерева посадили подлетаем всем привет утро понедельника в общем решил ответить на некоторые вопросы которые были у меня в комментах по поводу трещин допустим был вопрос почему такие большие трещины на бетоне ребята в общем это такая тема здесь кто видел в шорт машина сыпала вот такой вот щебень это называется пи гравл ну пи это этот горох и типа как грави с размером с горох его сыпят специально под бетон для того чтобы выходил газ земля она выдает свой газ и он называется радон и это по моему вот эта труба в общем его засыпают чтобы этот газ скапливался под бетоном и чтобы он не выходил через бетон кладут вот такую вот пленочку кладут вот такую пленку на вот этот вот щебень и уже сверху на пленку заливают бетон и это всегда всегда когда кладешь пленку под бетон бетон трескается и это ничего не сделаешь даже если ты арматуру положишь она как бы будет прочнее не будет перепадов но он все равно треснет что мы обычно делаем чтобы это не происходило после инспекции мы просто убираем эту пленку приезжает инспектор проверяет что все готово для заливки бетона уезжает и мы просто убираем пленку и заливаем и никогда нет трещин здесь получилось так что приехала бетономешалка мы собрались заливать бетон и приехал инспектор убрать пленку не получилось все знают что из-за того что под под бетоном пленка бетон всегда трескается Ты ничего не можешь сделать. Ты не можешь сказать, что я не хочу пленку. Ты не можешь сказать, что мне не нравится, что трескаются полы. Это вообще никого не интересует. Такие правила. Пленка должна быть, чтобы выходил газ через трубы. Газ скапливается в этой щебне и потом по трубам выходит наружу. Есть passive, есть active. Active еще на эту трубу ставят вентилятор и он высасывает этот газ. Есть passive, это когда просто труба и газ сам выходит. Вот такие дела по поводу трещин. Ничего ты не можешь сделать, если бы мы заканчивали здесь, внизу. Потому что мы не планируем заканчивать basement. Только вверх будет заканчиваться, жилой будет. А здесь будет пока так. И люди, которые покупят свой этот дом, как это было в двух предыдущих домах, они сами финишировали. Это как бы экономия денег, это привлекает покупателя. Потому что покупатель понимает, что эти скверфиты, которые здесь внизу, за них никто не взял деньги. И они потом со временем сами зафинишируют, как им нравится. Обычное дело. Люди любят сэкономить деньги, они сами финишируют, когда у них есть на это возможность. По поводу утеплителя между крайней доской и лагой, ребята, которые будут делать стекловату, они здесь спокойно ее засунут. Ее, получается, засовывают туда и вкладывают между стенок. Вот так. То есть, есть возможность куда застунуть стекловату. Межкомнатные обычно не инсулируют, потому что здесь будет отапливаться. Здесь тоже будет стекловато идти, вкладываться туда, туда и сверху бетона. Все специально другим утеплителям будет на бетон идти. Так что, по поводу утепления между этими досками, там все будет утепляться. Конечно, если получается так, что нельзя засунуть, то бывает, что фреймщики засовывают сами. По поводу лаг, расстояние между ними 40 сантиметров. Это стандартно здесь. Здесь толщина лаги 25 на 5 сантиметров и длина 5 метров. Получается, длина 5 метров. Если тебе нужен больший пролет, то уже идут другие вот эти лаги, они идут уже клееные. Это вот максимально допустимое расстояние для досок. Клееные, они идут совсем другая форма, они называются ай-джойсы у нас. И они намного прочнее, и их можно больше пролет. И иногда расстояние между ними меньше. Так что, вот так по поводу размеров. Наружные стенки становятся на боковой доске, и на нижней стенке потом идет вся нагрузка. Те стенки, они стоят на боковой доске и еще на лагах. И так это везде. Эта вся сторона, она стоит на бетоне. Так что, вот так. Расстояние между стадами тоже у нас идет 40 сантиметров. Количество вот этих вот 25-ничевых сантиметровых досок зависит от 2 до 3, зависит от расстояния здесь. Здесь 3, здесь 3. И над маленькими окнами 2. И по 2 доски с каждой стороны, но здесь еще вот посередине где стоит. А на маленьких по одной. Мишаня приехала. Мишаня! Мишаня рулит. Сейчас посбиваем щитами ОСБшными. Получается, надо так. Мы снизу горизонтально кидаем, а здесь кидаем вертикально, чтобы нижний этаж с верхним соединялся. Просто раньше так не делали, раньше кидали всегда горизонтально. И нижний этаж с верхним не соединялся. И когда был ураган, то уносило верхний этаж. Теперь мы делаем, чтобы верхний этаж с нижним плайводом соединялся. Тогда, чтобы и нижний тоже улетал. Два раза вообще не наматываю. Какая экономия времени. Все, начали межкомнатные стенки. Это 10 сантиметров на 5. Получается, межкомнатные. 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 Продолжение следует... Мощный! Ты сам поднял, молодец! Мощный! Понастроили стенок. Дверные походы. Потом вырезаем. Сейчас не вырезаем. Красота! Дождик нас, конечно, прогнал. Чуть налил. Насчет того, что Плайвуд мокнет, даже мне ничего не пишите. С ним ничего не будет абсолютно. Да, Лёха? 100%. Всем привет! У нас такое солнечное утро. Сейчас работаем над сложным узелом. Вход в комнату отсюда. Вход в комнату отсюда на 45. Вход здесь. Такие дела. До встречи! Продолжение следует... ... ... ... ... ... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Короче везде где доска ни на чем не лежит А висит на другой доске Прибиваются вот такие вот хенеры Железки Мощь нереальная Хотя кажется что она Толком ничего не держит Но ее оторвать потом вообще нереально Прибиваются на вот такие вот Гвозди Голванайст у нас называется Не знаю они не ржавеют И они хоть и короткие Но их очень тяжело вырвать Не знаю почему Что-то фокус не могу настроить Вот такие гвозди Они почти как дюбели Мы идем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Последние стеночки Теперь соединяем второй доской Соединяем со стенками Вперехлест Ну что ребята Завтра уже дошьем Плайводом Ну ASB Снаружи Я думаю начнем уже гараж Гараж не сильно интересно Здесь только единственное здоровое Такое бим будет А так Палки-палки Как говорится и все Здесь уже Просто так Где хочешь не походишь Уже надо через двери ходить Вот это у нас получается Будет Постирочная Скорее всего С этой стороны будет постирочная С этой стороны будут просто Раковина там такое Вот это у нас Кухня Это dining Здесь зал Получается Здесь заходим Здесь наверное сделаем небольшой Бенч Такую лавочку При входе Вот это Главный вход здесь Это ступеньки вниз Не доделали мы Если вправо повернуть Здесь туалет Ванна Туалет Раковина Сюда комната Раз С окном И Со встроенным У нас называется Классет И они везде Здесь Это стандарт Просто Здесь вот еще Одна небольшая Комнатка Если это понятно Так Эти перегородки Нижние Мы потом срежем Это просто Чтобы стенки Доски не искривлялись Мы их оставляем Так Еще одна комната С окном Также здесь Этот классет Идем дальше Так Опять Зал Кухня Большая Кстати Очень Здесь Поворачиваем Еще одна Для вещей И Вход в спальню Кстати Мы не доделали Здесь Так Вход в спальню Поворачиваем сюда Два окна Здесь кровать Еще одно окно Это Гардероб Скажу Такой Немаленький Здесь Вход в туалет Здесь будут Раковины Здесь будет Ванна Здесь душевая Я вам скажу Душевая Здесь просто Будь здоров 5 фит На 5 фит Это значит Получается 150 сантиметров На 150 сантиметров И почти На 3 метра Вверх Вот такой Пока Забабахали Домик Конечно Считами Не так интересно Будет забивать Здесь ставим Блочки На швах Всегда На всех швах Вот там тоже Получается Ровно 7 дней Ровно 7 дней За 7 дней Мы сделали Вот эту работу Еще завтра Мы зашьем Все Полностью Считами И Думаю Гараж Может еще Денек И с лестницы Все будет Там И будем Ждать уже Трассы Трассы Будут на Следующей Неделе Поэтому мы Отсюда уедем На другой Объект Пока Здесь Немножко Сложно Было То что Здесь На 45 И Вычислять Здесь Ну Вроде Нормально Получилось Все Четко Пока Вот эти Нас Держат В уровень Потом Когда Сделаем Трассы Мы Уберем Сверху Двойная Она Идет Вперехлест И Получается Все стенки Они сбиты Досками Не просто Только Гвоздями А Досками И В уличные Получается Сверху Врезаем И Ее Туда Забиваем И Она Идет Вот Так Вперехлёст Эти Еще Не Сделали Не Успели Всем привет Утро Нового Дня Вторник Солнышко Светит Тепло Я Вообще В Маечке Я Как-то Показывал Блупринты Ну Схему Дома И Здесь У нас Идет Двухскатная Крыша И Два Гейбала Гейбал С этой Стороны И Гейбал Спереди Два Над Гаражом И Над Комнатой Вот Этот Треугольник Называется Гейбал Вот Этот Вот Дом Он Будет Вот Этот Такой Же Как И Гейбал Гейбал по две доски с каждой стороны там наши веточки твой вес выдерживает уже нормально ребята короче такой вот результат завабахали ступеньки так вот здесь будет дверь в общем финишироваться будет все что наверху до этой двери все остальное остается в таком состоянии естественно окна мы поставим окна дверь и все здесь сделали тоже стенку здесь надо будет тоже за финишировать комнатку такую одну здесь будет стоять котел водяной и печка вот эта бочка это насос который качает так как уровень дома ниже чем канализация эта бочка будет качать какашки короче наверх и потом сами своим ходом будет вытекать доски короче вот так остатки сложились тянули с трапами чтобы не кривились не знаю украдут не украдут ничего не поделаешь таскать их не хочется в общем вот так здесь получилось play вода не хватило в избе чтобы заделать вот этот завтра уже сделаем гараж и зашьем все у избею так здесь получилось вот такая красота ребята погодка просто шепчет небольшой ветерок но такой теплый осень вообще в этом году найс все щитами зашили сейчас снаружи покажу я вот тут себе дровишки собрал у нас тут как говорится неиссякаемые ресурсы дровишек так чтоб костерчик пожечь дома так выглядит сбоку так выглядит сзади естественно здесь еще окно и здесь побольше дверь и здесь большое окно так что так все зашито как надо приехали нам тут камней кто-то с утречка ну наверно с вечера накидал в окна засранцы вот засранцы остался гараж вот столько плавида вот столько досок и два мешка у таких уже дощечек забрали так что вот такие вот мы экономщики делаем гараж ребята сегодня жарко дядя лёша сегодня никакой вчера ел какой-то так у сегодня вот такой уходит такой вот клееный бим будет над гаражом 5 метров получается 30 сантиметров насколько на 15 или ныне на 10 а мышцы приготовили мощный о зацепила меня я не уверен все держи блин ничего не ем не ем не ем как мы делаем хватит мы пошли как мы делаем ладим вот так попробуем поднять заступить не будет вверх 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 это помою тепл 물�окручивость вверх все все ок песни много сверху смотри для Поехали! Поехали! Еще на гараж? Давай еще мощу ключи Твоя поближе не получится? Твоя поближе, моя не поближе не получится Ты прибиваешь, я двигаю, да? Твоя поближе Получается 5 метров Готов? Давай! Забабахали бим Над гаражом на две машины Вот так вот Все здесь сбито Красота Осталось зашить здесь щитами И можно сказать, дом готов К Принятию трасс Мы Леха отпустили, от него толку нет Леха Леха что-то съел Поэтому его отпустили домой Вот такая вот Вот такая вот Строение у нас тут Вот Военные самолеты летают без остановки сегодня Что-то Весь день Вон еще один там Парашютисты падают Короче, здесь у нас шоу свое Вот он я Привет, ребята На примыкании Вот этих вот двух досок Стараемся, чтобы Под низом стат был У меня, кстати, был один комментарий По поводу того, что мы должны так делать В принципе, да Это так и есть Но Так вот здесь Есть у нас пару мест И внимательный подписчик Это увидел Сейчас Я его найду Но здесь не считается Потому что здесь на окне Потом Здесь это верхнее Так, где-то было Где-то было Где-то было Где же это было Где же это было Здесь Нет Это на окне Окно тоже считается Как Так А Вот 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 Есть одно место Где у нас Не попал здесь стад А так В принципе Все остальные у нас На стадо Но если Нам скажет Инспектор То мы сделаем Так что вот так Лестницы оставляем Вот На цепи Замыкаем Сегодня Правда Камни накидали в окна А так А так все четко Короче Ну дети балуются Не страшно Если бы это было бы мое детство Здесь Я бы тут вообще беспокоил бы навалять губер Так просто Он есть Забабахали короче все облачками Мы Вот это вот оставили так Потому что Уже будем вымерять От бетона Ровно 7 фит должно быть А мы пока не знаем Где у нас бетон Поэтому мы Тут еще достраивать надо будет Но это уже Это уже потом Все забили Лестницу пристегнул Ну это так чисто Кто захочет украсть Кто украдет Это так чисто для профанов Здесь все облачками забили Все Красота Гараж готов Теперь ждем Трассы Они не говорят когда Не знаю Вроде бы как на следующей неделе Там посмотрим Так что вот так Следующее видео будет уже трассы Вот такая вот работа Всем пока Мы еще день поработаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче ребята Дрончик мой посадили Здесь Ха Не пошла Ну ладно Без дрончика будут эти видосы Ребята 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 Ребята